Я вплотную занялся вот этим конкретно каналом в ноябре прошлого года. Первая тысяча человек была в апреле следующего года, то есть примерно через полгода. А деньги, первые и единственные, 14 тысяч, пришли в конце августа этого года. Это все, что я пока что получал с ютуба. Почему именно 14 тысяч? Почему пришлось столько ждать? Можно ли больше? Можно ли быстрее? Обо всем этом давай сегодня поговорим. Монетизация на ютубе. Кстати, заглядывая, я не только это выкладываю. Так вот, как ты понимаешь, монетизация на ютубе дается тебе не сразу. Не получится сделать лучшее видео на свете и начать стричь бабос на ютубе. Нет, нет, это не работает. Так, требований было два. С недавнего времени вроде бы как третья появилась. Это тысяча человек. Четыре тысячи насмотренных часов в течение последних 365 календарных дней. Звучит немного сложно. Чуть подумай, ты все поймешь. Я в тебя верю. И третье требование, с которым я уже не столкнулся, это не иметь страйков. Очень тяжело получить страйк. Я не знаю, что надо делать. Есть детей на канале. Короче, все будет хорошо. Не переживай насчет страйков. Копирайты не считаются. Это вот, когда ты используешь чужую музыку. Но лучше не используй. И вот ты такой молодец. Или такая молодец. У нас здесь все равны. Выполняешь эти самые требования и начинаешь думать. О, класс, сейчас деньги пойдут. Нет. Как правило, на первые месяцы у тебя будет зарабатываться так мало, что YouTube даже не будет тебе выплачивать. Потому что выплаты идут только после того, как вот во время отсечки дня выплаты у тебя набралось 100 долларов. Тебе выплатят деньги. Если не набралось, они просто копятся. Давай объясню чуть попроще. Видишь, апрель. Всего 200 рублей я получил. YouTube ничего не выплачивает. Зачем ему заморачиваться с 3 долларами? В мае заработалось уже 1000. Хорошо, но все еще не 100 долларов. В июне заработалось уже почти 4,5. И все эти суммы откладываются у тебя в кошельке. Они не выплачиваются, пока там не будет 100 долларов. Но вот в июле, как ты видишь, заработано уже 9000. Это самого по себе больше 100 долларов, плюс все предыдущие заработки дают нам 194 доллара. Именно столько мне пришло за весь вот этот вот накопленный период. И вот когда же эта самая отсечка, в которую YouTube смотрит, есть 100 долларов или нет 100 долларов? AdSense предлагает большой справочный материал. Но если очень коротко, возьмем для примера июль. Он за июль собирает все вот эти вот деньги. В первых числах августа смотрит, сколько там получилось. Проводит все свои бюрократические заморочки. И где-то 21-23 числа выплачивает тебе за предыдущий месяц. То есть задержка почти в месяц. Деньги сразу ты не получишь. Чтобы он настал поскорее, можно в тупую зарабатывать больше. Потому что если ты будешь медленно добирать 100 долларов, тебе не скоро их выплатят. Если ты заработаешь их в первый месяц, выплатят их скоро. Очень просто. Как ты до этого не додумался, я не знаю. И самый простой способ зарабатывать больше на YouTube. Это просто говорить на английском языке. Подумай, сколько человек разговаривают в мире на русском? Вот какой это рынок? Сколько это миллионов человек? Я разогублю, оказалось, что примерно 260 миллионов человек. По таким же данным, на 2014 год по-английски говорит миллиард 100 миллионов человек. Так что, как ты понимаешь, твоя аудитория на английском языке тупо больше. И ее не просто больше. Она еще и богаче. И вот из чего складывается эта самая сумма, которую ты получаешь. По сути, эти деньги – это твоя доля из рекламной компании, больших компаний. Эти компании хотят эффективно тратить деньги. Поэтому встраивают свою рекламу в максимально, скажем так, ролики тех блогеров, чья аудитория побогаче, больше им подходит и, скорее всего, купит этот самый товар. Тут я сам себя остановлю, потому что на монтаже заметил, что не озвучил один топик. Корпорацию не интересует конкретно ты. Она не обращается к тебе, чтобы расположить свой короткий видос перед или после твоего ролика. Она обращается к YouTube. И YouTube показывает, что типа «Хей, смотри, вот у нас есть англоязычные ребята, например, испаноязычные ребята, неважно, там, девочки, мальчики». И как ты понимаешь, вся эта аудитория разная, покупательские способности у нее разные. И тут в дело вступает аукцион. Дело в том, что есть свободное место, и, допустим, какая-нибудь компания говорит «Я куплю его за доллар». Другая говорит «Нет, я куплю его за доллар 20 центов». Следующая говорит «За доллар 40 куплю». И YouTube показывает в твоем видосе рекламу, которая максимально много приносит и тебе, и YouTube. И я надеюсь, ты уже догадываешься, что, допустим, взрослая работящая англоязычная аудитория стоит дорого, потому что за ее внимание борется большое количество разных компаний. Следовательно, конкуренция высокая, стоимость растет. А если мы возьмем какой-нибудь канал на YouTube, который ведется на каком-нибудь языке из далекой Африки, а его еще и дети смотрят, ну, как много компаний устраивают таргет конкретно для этой аудитории. Понимаешь, конкуренция низкая, стоит это дешево. Следовательно, если у тебя, например, русскоязычная несовершеннолетняя аудитория, конкуренция там почти нулевая, денег с просмотров ты получать будешь мало. Я не помню, уже говорил я об этом или буду говорить. Пора убираться отсюда. Дальше монтирую видос. Досматривай. И вот мне, правда, очень-очень сильно не хочется лезть в политику. Прям я постараюсь максимально мягко, но СНГ это очень-очень бедные страны. Поэтому на рекламные кампании деньги суда практически не выделяются. Вот давай на примере. Американская семья, допустим, 2 человека и ребенок. В месяц сколько у них получается? 8-10 тысяч долларов. Российская семья, если мы не берем московскую, 1000 долларов, 1500 долларов. Как ты думаешь, какая из этих семей больше возьмет твоего товара и принесет больше прибыли? Вот и я думаю, ты все понимаешь. Так что с просмотров СНГшные ребята практически не имеют. Чего они имеют, поговорим чуть позже. Сейчас хотел бы затронуть, что не только язык влияет на количество получаемых денег, еще и тема очень-очень сильно этому способствует. Как ты понимаешь, покупательная способность у аудитории каких-нибудь видеоигр или обзоров игрушек, я не знаю, всякой вот такой вот детской ерунды. Там не очень богатые дядьки сидят, там дети. Но богатые дядьки смотрят про здоровье, они смотрят про финансы. А если ты говоришь о финансах на английском языке, это золотая жила. Забавно, вообще-то я ангоговорящий магистр экономики, веду канал, на котором преимущественно игры на русском. Но, опять же, это не ради денег, мне просто весело. Но, если вам интересны конкретные примеры, Грэм Стефан, чел, который показывает то, сколько он зарабатывает, и в первый свой год на ютюбе он показывал, что заработал около 15 тысяч долларов в год. Это меньше, чем минимальная плата в штатах. То есть, по сути, он 7 дней в неделю, 24 часа в сутки занимался грайндом, чтобы получать меньше, чем кассир в Макдональдсе. Но, следующий год показал, что все это стоило того, потому что он заработал порядка 300 тысяч долларов. Еще через год он показывал, что его доходы с одних только просмотров составляют несколько миллионов долларов. И я давно перестал его смотреть, на самом деле, примерно на том моменте, когда он купил себе очень много земли в Лос-Анджелесе и строил там дизайнерский особняк. Так что, как вы понимаете, это очень много денег. Покажу, сколько конкретно. Вот его недавний TikTok. Для тех, кто практически в 2022 году не понимает по-английски, он говорит о том, что просмотров у него примерно 300-400 тысяч в день. Не слишком много, очень много, но не слишком. Зато за счет мировой аудитории и очень-очень денежной темы, как видите, его доход в день составляет 5-7. И сейчас он покажет иногда 10 тысяч долларов. И это с одних только просмотров, потому что в основном такие ребята зарабатывают сопутствующих товаров. Не буду рассказывать про аффилиат-маркетинга, все такое. Чаще всего они продают курсы, продукты, знаете, книги, вот это все. Это, как правило, процентов 70 всех доходов. Я бы тоже, на самом деле, хотел бы мерч свой сделать. Но когда до этого руки дойдут? Надеюсь, скоро. Так вот, на русском ютюбе жить за счет денег с просмотров просто совершенно не получится. Смотрите, вот мой август. Видите, доход по просмотрам рекламы меньше 2 тысяч. Хотя за август заработано 11 с половиной тысяч. То есть на просмотры, ребят, даже не рассчитывайте. Находите еще пути сделать здесь деньги. И они есть, очень хорошие. Например, в будущем вам могут предложить сделать рекламную интеграцию. Это то, с чего питаются в основном большие каналы русскоязычные. Да, в игровом сообществе, насколько я слышал, знаю, суммы совершенно смешные. 5 тысяч, 10, 15, чтобы вы понимали, это смешно. Потому что в целом интеграции по 50 тысяч и так далее, и выше, и выше. Там миллионники могут получать, без шуток, полмиллиона, миллион, два миллиона. Типа, это норма. Рекламные интеграции, это очень дорого. Именно с них кормятся все российские каналы. Не с просмотров. Но если ты смотришь этот видос, видишь для себя очень много нового. Скорее всего, ты не очень много знаешь о монетизации. Может быть, даже еще не дошел или не дошла до нее. А значит, рекламная интеграция тебе тоже не светит. Но есть очень хороший способ делать деньги по-другому. И я считаю, он куда более крутой, чем интеграции. И благодаря этому способу, я как раз могу долгое время не брать никаких интеграций еще в будущее. Потому что поначалу интеграции прямо хреновые. А большие компании не придут к тебе, пока ты сам не станешь достаточно большим. И вот в этом промежутке, когда ты уже не мелкий и тебе нужно заниматься каналом. Но тебе не на что им заниматься, потому что рекламной интеграции еще нет. Приходит вот это вот самое спонсорство. Мое любимое, потому что оно позволяет тебе развиваться еще быстрее. Так как ты делаешь больше контента. Например, я делаю дополнительно часов 5 контента в неделю на своем канале. Это практически второй канал, на котором больше, чем просто одна игра. Много разных игр. Скоро, кстати, благодаря спонсорам, гитара, доведенная до идеала, приедет. У нас будет музыкальный стрим. У нас тут много посиделок и всего такого. Очень много разных бонусов. Пытаюсь предоставлять спонсорам, чтобы это все было не просто так. И спонсоры вроде бы очень-очень этому рады. Ребят, если рады, напишите в комментах, пожалуйста, кто-то спонсирует. Про это самое спонсорство вообще на самом деле просто отдельная тема. Это очень-очень большая тема, ее не покрыть вот здесь. Но это то, о чем тебе стоит знать. Спонсорство шикарно. Главное, используй его правильно, а не просто качай деньги. Это очень-очень хороший инструмент. Ну и иронично получается, что люди, которые берут спонсорку, уже платят деньги. Присутствуют на стримах. Еще и донатят на стримах. Как видишь, здесь у меня в самых прибыльных видео именно стримы. И все это деньги, которые были задоначены. Да, странные суммы, это потому, что это после удержания налога. И вот то, как ты будешь делить деньги с YouTube, это очень щепетильная тема, которая тебе может не понравиться. Но тебе нужно понять, что YouTube дал тебе возможность эти деньги зарабатывать. Поэтому то, что он берет так много, это нормально. Например, смотри. Я не очень серьезно занимался спонсорством в первый месяц. Подписался один человек на 100 рублей. Но смотри, сколько мне приходит. Видишь? Это не 100 рублей. Из 100 рублей больше 40 YouTube тебя заберет. Гигантская комиссия, казалось бы. Да, но зато это очень удобно. Не нужно сваливать на какие-то бусти, патреоны. Все в одном месте, очень удобно организовано. Стабильно приходят деньги. Зашибись. Ну а теперь вы понимаете, что когда мне на стриме кто-то заваливает 500 рублей, это не 500 рублей мне. Мне даже 300 не дойдет. Но это нормально. Еще раз. YouTube дал мне вообще возможность вас всех собрать, с вами общаться. И таким образом в том числе и зарабатывать деньги. Так что мы должны быть благодарны YouTube за все, что он нам делает. Тем более последние годы YouTube правда очень хорош. Ну и финальное. Очень странный топик. Но для чего собственно зарабатывать YouTube? Они что, все просто жадные? Просто хочется денег, чтобы было больше денег? И все? Нет. Я думаю здравомышлящие ребят понимают. Все-таки некоторым хотелось бы объяснить, что смотрите. У человека ограниченный ресурс времени и внимания. И допустим тебе хочется сделать контент, то что называется full time. Полностью заняться этим, как своей работой. Но если ты не получаешь с этого, ой сюрприз, сюрприз. Тебе все еще нужно кушать. Платить за квартиру, за телефон, связь. Потому что какой ютубер без интернета. И вот не зарабатывая на YouTube. Тебе нужно отвлекаться. И получать деньги в другом месте. Отвлекаясь на эти другие места. Ты не занимаешься своим каналом. Не можешь в полной мере раскрыть те идеи, которые хочешь раскрыть. Уделить больше времени монтажу. Каким-то звуковым вещам. Разные приколы. Пуф-пуф. Эффекты. Все это просто невозможно делать, если ты работаешь еще в других проектах, работах. Ну или возможно, но тяжело. Тогда придет выгорание. А, да. Надеюсь ты теперь понимаешь все о монетизации. Когда она наступает. Как ее добиться. Из чего эти деньги состоят. И возможно. Теперь можешь заработать больше. Зная, как заработать больше. Я надеюсь было полезно. Очень надеюсь. Правда. Успехов. Серьезно. Тебе понадобится удача.